Корма, ветеринарные препараты, средства гигиены, наполнители для лотков. Подарки приемнику для безнадзорных животных от учеников и учителей 13-й школы с трудом поместились в машину. Это неоценимая помощь для собак и кошек, которых в приемнике содержат в основном на пожертвовании горожан. Уже не первый раз 13-я школа собирает и передает все необходимое четвероногим друзьям. С каждым разом даров все больше и больше. К тому же, благодаря таким акциям, кошки и собаки обретают новый дом. Они потом рассказывают, как у них там кто-то взял, а потом вот еще прибегали, рассказывали. А вот я вот с мамой поговорила, да, это ответственно очень. Мы приняли решение в семье взять какое-то животное. Дети не просто передали свои подарки. Для них провели экскурсию по приемнику. Рассказали, как и почему в него попадают животные, как содержатся. У школьников была возможность поближе пообщаться с собаками и кошками. И приводить бы их здорово, потому что одно дело, когда ты где-то далеко слышишь о том, что кто-то страдает, а где-то видишь своими глазами, насколько важно помогать. Поэтому стараемся рассказывать о каждом животном какую-то историю. Стараемся, чтобы дети понимали, из-за чего сюда животные попадали и попадают по сей день, и почему это такая большая проблема. Такие акции нужны детям, уверены педагоги. Помогая брошенным животным, ребята получают прививку, доброты и милосердия. Учатся не проходить мимо чужой беды. Нужно кормить животных и не выбрасывать их просто так, как безделушку. Нужно животным помогать заботиться, кроме нас их никто не заботится о них. Помочь приемнику для животных под силом каждому из нас. Пожертвования можно приносить сразу на Зерновы 24А или на сборы, которые проходят каждый второй четверг месяца на площади Ленина в 19 часов. Список того, что необходимо четверногим друзьям, есть в группе «Приемник для животных. Верный друг. Саров. Вконтакте». Екатерина Опенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.